Макстанин Магачевский, спасибо большое, что согласились на это интервью. И первый вопрос такой. Вот с юридической точки зрения, оцените, пожалуйста, решение Майя Санду в отношении ситуации с генеральным прокурором. Мне очень сложно дать какую-то юридическую обоснованную оценку вот этой позиции госпожи Майя Санду. Что, в принципе, сделала госпожа Майя Санду на основании решения, принятого через ангажирование своей ответственности? Она, в принципе, взяла и попыталась поменять конституцию Республики Молдова через правительство Республики Молдова. А это невозможно, это является грубейшим нарушением, в принципе, конституции Республики Молдова, именно международных норм Республики Молдова. Но я меньше бы посмотрел с точки зрения юридической составляющей вот этой проблемы. Но, тем не менее, она смотрит, она говорит, что она настолько уверена в своем решении, что даже предлагает несогласным обратиться в Конституционный суд. Вы знаете, я понимаю, что это очень выгодно, я вам объясню, почему. В случае, если кто-то соглашается с этой позицией, что вот она, как политическое лицо, назначает генпрокурора, даже если обращаешься в Конституционный суд, Конституционный суд высказывается, ну, неделю, через две, после того, как эта норма уже вошла в законную силу, потому что ее приостановить нельзя, если оно делается через политическое ангажирование политической ответственности. И в таком случае она быстренько может назначить своих двух кандидатов, которые ей нужно, переправить в Высший совет прокуроров, торпелировать вот одного из этих двух. После этого, даже если Конституционный суд выскажется по поводу неконституционности вот этой нормы, то это не приводит к аннулированию конкурса, потому что эффект аннулирования нормы имеет, это только на будущее, но и не на прошедшее время. И в этом случае ситуация такая, она разыграла довольно-таки интересную ситуацию с юридической точки зрения. Если это проходит, она очень надеется, что у нее в кармане будет генпрокурор. Если это не проходит, но я думаю, что она все-таки ставит акцент на то, что это не пройдет. Потому что я считаю, что все-таки Майя Санду сейчас специально это делает для того, чтобы именно этот альянс распался. Я уверен, что ее цель, чтобы альянс распался. Под альянсом вы имеете в виду всю правящую коалицию, либо же ее конкретную? Правящую коалицию. Я уверен, что она хочет, чтобы эта правящая коалиция не была. Я могу объяснить. Я просто напомню, как сделал Дэвид Кэмерон в Англии. Когда рейтинг его партии падал, то на тот момент он решил сыграть в карту Брексита. Он назначил референдум для того, чтобы поднять свой рейтинг. На самом деле он этот референдум проиграл, люди проголосовали за Брексит. И после этого Дэвид Кэмерон просто ушел в отставку. Вот и в этом случае то же самое ради своего политического рейтинга. Майя Санду, в принципе, подставила весь блок, весь альянс. И она понимает очень хорошо, что это принятие ответственности, ангажирование ответственности правительства. Первое, это неконституционно. Второе, это политически неправильно. Первое, потому что они даже не разговаривали со своими партнерами по этому вопросу. Второе, потому что сегодня, в принципе, генпрокурор будет назначаться политическим лицом. А это абсолютно неправильно. Если до сих пор через те изменения законов, которые были, все-таки создавалась какая-то комиссия, все-таки была хотя бы какая-то видимость независимости, и было доверие, что эта комиссия все-таки изберет самых лучших. И я слышал позицию разных членов этой комиссии, что они на самом деле избрали самых лучших. То сегодня просто Майя Санду публично задекларировала. «Нет, я хочу политически избрать своего генпрокурора». Это нельзя, это неприемлемо. По крайней мере, исходя из того, что у нас в Конституции это расписано, что все-таки генпрокурор должен быть независим, и он избирается все-таки через независимый путь, где роль очень большая, должно быть у высшего совета прокурора, а не какого-то политического лица. То есть отвергаются все ее аргументы в отношении того, что она недовольна работой этой комиссии? Потому что есть много претензий к комиссии, но вот у нее, например, в отношении оценок некоторых кандидатов. И странным образом эти кандидаты как раз подпадают у многих политологов под категорию лица протежируемые непосредственно от ее партии. Ну, я думаю, что вы ссылаетесь на ту вчерашнюю табличку, которая появилась в масс-медиа, где там какие-то цифры расписаны. Да, ссылаюсь. Так вот, я сегодня взял и просто прочитал регламент, принятый министром юстиции. Вот те таблицы, которые вчера пошли в публичное пространство, вот эти цифры были использованы для того, чтобы выбрать тех, которые переходят от этапа рассмотрения документов на этап интервью. Вот через ту таблицу, в принципе, 16 человек прошло, где есть и те, которые мы знаем, Штефан Глиегор, Влад Григорьевич, все эти прошли. А вот следующий этап, именно преселекция уже, так называемая, где были избраны 4, то это уже другая таблица. И на основании регламента это избирается не через вот этот пунктаж, а на основании большинства голосов за одного или другого кандидата. Я просто посмотрел случайно, сегодня этот регламент уже установил и нашел эту таблицу. В этой таблице я установил очень интересный факт, даже по Штефану Глигору. Я заметил, что за него не голосовал Джеймс Хамильтон, за него не голосовала Раиса Ботезату. Знаете, я раньше высказывал какие-то, ну, не то чтобы сомнения по качеству, у этих людей. Но мы знаем, что Раиса Ботезату даже задекларировала, что она не будет оценивать Влад Григорьевич, так как она является членом организации, которая находится под Владом Григорьевича, Чентру де Ресурсы Жюринища Димолдова. И вот Раиса Ботезату не проголосовала за Штефана Глигора. Джеймс Хамильтон на каком-то этапе, он где-то делал разные рапорты по поводу реформы прокуратуры, где был подключен и господин Григорьевича. И он тоже не проголосовал за Штефана Глигора. Но почему-то вчера все начали кричать, что типа представители, председатель парламента Республики Молдова проголосовал против господина Глигора, и из-за этого он не прошел следующий этап, я имею в виду в этом списке для высшего совета прокуратуры. Во главе у глаз стоит элементарно недовольство тем, что не прошел тот человек, которого она видела генеральным прокурором. Я правильно понимаю сейчас? Я думаю, что не то чтобы у нее недовольство. Все-таки проблема в том, что гражданское общество взбудоражилось с того, что Тефан Глигора не прошел. Конкретно, вот именно он. Вот я уверен, что именно после того, как взбудоражилось гражданское общество, все это было сделано, как будто бы премьер-министр, министр юстиции ни при чем, и они не работали против Тефана Глигора. Но я сомневаюсь, что вот эта команда хотела, чтобы Тефан Глигор прошел в следующем этапе. Потому что от Петра Боба, еще раз, от представителя парламента, это один голос, а он набрал только три голоса из шести. А пять человек там является людьми министра юстиции, как минимум. Вот так вот. Вообще, конечно, ужасающие формулировки, люди чьи-то, да, вот мне кажется, такого вообще не должно быть. Но давайте вот так вот с юридической точки зрения рассмотрим в то же время и претензии иного рода. Смотрите, говорят, что сама работа этой комиссии, она не очень правоправна, потому что было бы разумнее, чтобы это было все-таки при Высшем Совете прокуроров, а не при Минюсте. Есть такая претензия. Что вы на это можете сказать? Ну, в Конституции Республики Молдова написано черным по белому, что генпрокурор назначается президентом Республики Молдова по предложению Высшего Совета прокуроров. Эти изменения в законе о прокуратуре очень были проторпелированы именно госпожой премьер-министром, министром юстиции и еще председателем юридической комиссии. И они очень наезжали для того, чтобы партия социалистов проголосовала за этот проект, ссылаясь на то, что эта комиссия будет самой правильной, самой независимой. И это очень нужно для того, чтобы избрать правильного генпрокурора. Партия социалистов согласилась. Мы, партия социалистов, поверила им, что на самом деле через этот инструмент мы сможем избрать наилучшего прокурора. Они взяли на себя вот этот даже риск политический, что когда-то вот Конституционный суд выскажется за неконституционность нормы. Но мы ссылались на то, мы доверяли тому, что в принципе цель у Майя Санда, у министра юстиции, реально выбрать независимого генпрокурора. Но то, что произошло вчера, я просто установил факт, что на самом деле Майя Санда и министр юстиции пытались обмануть, обвести вокруг пальцев партию социалистов через эту комиссию. У них не получилось, и в таком случае они просто пошли в банк и сказали, нет, реально мы хотели просто, чтобы вы нам отдали генпрокурора. Поэтому мы берем на себя такую ангажирование. Не разумнее ли было дождаться окончательного вердикта венецианской комиссии, чтобы они сказали? Знаете, по поводу этого вопроса еще я больше могу вам сказать. Закон о прокуратуре 2016 года, он был при поддержке Совета Европы, имплементирован на территории Республики Молдова. Мы общались раньше с представителями Совета Европы, и они нам порекомендовали, что до того, как мы изменим закон о прокуратуре, желательно, чтобы вот эти предложения об изменениях, чтобы они были предоставлены, если не венецианской комиссии, то как минимум Совету Европы. Почему? Потому что у Совета Европы экспертизы побыстрее идут, чем венецианской комиссии. Но, невзирая на все эти дискуссии, блококум галопом по Европе, не то чтобы блококум, у меня Сережа Литвиненко, министр юстиции, премьер-министр, галопом по Европе хотелось пройти через изменение этого закона, и вот к чему мы пришли, в принципе, со всей этой комиссией. Вот смотрите, искали возможные пути выхода из ситуации, как один из был предложен такой, как отставка министра юстиции. То есть, когда все настолько сложно, и под угрозой стоит распад коалиции, то тот человек, который не обеспечил сам этот конкурс, под эгидой министерства которого этот конкурс проходил, то некоторые говорят, что это должна была быть отставка министра юстиции. Так, у вас какая точка зрения, и обоснуйте ее. Я, министр юстиции, считаю, что она должна была подать в отставку сразу же после того, как появился авиз венецианской комиссии от 11 октября 2019 года, который просто дисквалифицирует ее проект по реформированию именно юстиции, там, где она пытается делать какой-то эвалуаре экстерно, проверку, экстернал проверку всех судей, и там венецианская комиссия была, и было очень-очень критично по этому проекту, и там ставилась между рядами, можно прочитать, непрофессиональность, непрофессиональность. Она опозорила Республику Молдова перед европейским международным сообществом со своим некачественным проектом. Это был первый этап. Хорошо, мы прошли, надеялись, что она все-таки переделает этот проект, она так и не переделала, как я понимаю, до сих пор у них нету проекта по поводу реформирования системы юстиции так, чтобы он был в пределах рекомендаций венецианской комиссии. Это был первый прокол ее, уже этот второй, самый наихудший, это с этой комиссией по выбору генпрокурора. И сегодня я констатирую, что, ну не знаю, я считаю, что вот, в принципе, эти два проекта, на самом деле цель их не было реформирование, избрание генпрокурора, а захват, политический захват системы юстиции и генпрокурора одной партии. И это очень и очень плохо. Вот во имя захвата власти одной политической партии, либо во имя захвата контроля над судебной системой и прокуратурой, я не знаю, если мы должны держаться за такие коалиции, мы не должны терпеть, чтобы кто-то захватывал вот именно систему прокуратуры, систему юстиции, они должны оставаться независимыми. Я не заметил желание именно реформирования, я заметил исключительное желание захвата вот этих, вот этой судебной системы и прокурора. Ну смотрите, как отвечает Мая Санду вам в том числе, она говорит так, те, кто сегодня выступают против, они выступают против независимого прокурора и они выступают против независимой юстиции. Вот именно такие формулировки, почему? Те, кто против Майи Санду, против предложения Майи Санду, против того, чтобы она принимала решение, те против реформы. Первое, я не видел ни одного проекта по реформе юстиции, нет такого проекта. Это не был проект по реформе юстиции. Это был проект по захвату судебной системы. По поводу прокурора, если вы что, это как бы вот по-пацански сказать, вы что мне не доверяете, да я самого лучшего изберу. Посмотрите мне в глаза, зачем мне прокурор. Это каждая политическая фигура то же самое скажет. Это мы открываем в принципе пандоровую шкатулку. Конечно, мы создаем какие-то прецеденты, которые могут использовать и другие политики. У нас политики все могут очень хорошо общаться и говорить, да что они самые правильные, рвут рубашки на себя, что мы будем за страну. А после этого мы все сколько уже лет у республики Молдова? 28. И мы находимся в той же ситуации. Я смотрю, что у нас ситуация только деградирует. И вот это так в принципе оно пошло от Майи Санду для разрыва этого альянса, потому что она понимает, что сегодня экономическая ситуация плохая с налоговой точки зрения. Все плохо, социалка у нас плохая. Хорошо, есть какие-то фонды из международных структур, но все эти фонды идут только на консум. На потребление. На потребление. Это не для инвестиций, не для развития страны, это на потребление. Значит, у нас сегодня потребительское правительство республики Молдова. И за что они не дотрагиваются? Везде болт. У нас ничего не получается. И она понимает, что сегодня партия социалистов им сказала, поменяйте правительство и поставьте технократов. Нас не интересует, откуда эти технократы. Что это социалисты? Красные, черные, синие, голубые, зеленые. Вообще не интересует. Нас интересует, что там были технократы, которые всмыслят в системе государства, которые смогут помочь нам с хорошими проектами для того, чтобы началось развитие государства, потому что мы потихонечку теряем государство. И сегодня моя Санда понимает, что у нее таких технократов нет. Она попыталась найти в системе, опять же, это мои домыслы. Мы посмотрели на таможню. Она сделала конкурс. Попыталась найти людей из системы. Гражданское общество сказало, да нет, там все плохие. И опять же, там аннулирован был конкурс по избранию директора таможни. И вот много конкурсов такие было. И она понимает, что у нее людей нет. В системе все гражданское общество критикуют. Это означает, что она должна обратиться к партии социалистов, чтобы партия социалистов дала ей технократы. Если партия социалистов поставит своих технократов, то люди будут говорить, что все-таки то, что делается в развитии Республики Молдова, это благодаря партии социалистов. Из-за ее политического эгоизма она, в принципе, готова сейчас дестабилизировать ситуацию на территории Республики Молдова, лишь бы не потерять дальше свой рейтинг. Плюс еще и при Мариаму Нечиту Тишиневу, которая показала довольно-таки интересные вопросы. Ну вот смотрите, давайте на эту ситуацию посмотрим издалека. Да, но что получается? Майя Сандо не может не понимать, что если она не делится министерскими постами, то за все то, что происходит в период, когда она является премьером, несет ответственность только она. И члены ее партии, получается, первую голову, что называется. И тогда, получается, она уверена в своем успехе? Либо как вот это нужно объяснить? Давайте мы зайдем с... Вот после создания вот этого большинства добились. Господин Плохотнюк уехал из страны. Вот после местных выборов они взяли довольно-таки хорошую часть и примари на территории Республики Молдова. Значит, они чего-то добились. Плюс они как бы восстановили дискуссии с европейскими партнерами. Это плюс им. Дальше они попытались через реформу юстиции. У них не получилось. Какие-то фонды еще зашли на территорию Республики Молдова. Если они сегодня разрывают на этом этапе Альянс, вот они будут ходить и говорить. Вот мы добились европейской восстановления дискуссии с европейцем. Вот мы открыли какие-то фонды. Подняли они вопрос реформы юстиции только для того, чтобы прикрыть дискуссии по поводу экономических, их возможностей развития страны по поводу их социальной компетенции. И вот исходя из этого, они пытаются сейчас просто дискредитировать партию социалистов для того, чтобы не взять на себя ответственность, что вот этот Альянс рушится не из-за них. Они хотят пытаться доказать, что это из-за партии социалистов рушится вот этот Альянс. Из-за того, что типа социалисты не хотят реформы юстиции. Но это абсолютная фальшь. Потому что всегда партия социалистов говорит, мы поддержим реформирование юстиции. Вы просто откройте рекомендации Венецианской комиссии, посмотрите, что там написано, сделайте такой проект закона, чтобы он был в соответствии с Конституцией Республики Молдова и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. У них, я не знаю, опять же, я не думаю, что не получается из-за непрофессионализма. Я уже пытаюсь понять, я уже начинаю сомневаться в их добросовестности. Вот мне все больше и больше кажется, что цель их была именно благодаря тому, что они были в Альянсе с партией социалистов. Сейчас хотели закрутить их для того, чтобы получить контроль над судебной системой и генпрокуратурой. Ну смотрите, пока у нас нет четких каких-то комментариев от наших внешних партнеров. Тем не менее, от них много зависит. Никто с этим сегодня не станет спорить. Есть ли у вас какая-то информация, что они думают по поводу того, что сейчас происходит между компонентами правящей коалиции? Ну давайте мы вспомним. На самом деле 8-9 июня они подключались и даже высказывали такие декларации. У нас совсем другая ситуация была, когда уже партнеры высказывались публично, потому что там была на самом деле чрезвычайная ситуация. То, что сейчас происходит, это нормальный политический процесс. Это не что-то, которое может взорвать республику Молдовы. Это что-то более поспокойное. И сейчас, если партнеры иностранные сейчас начнут высказываться, то это может быть интерпретировано как давление, как влезание в суверенитет республики Молдова. На тот момент мы сами просили, помогите нам, помогите нам. Вот они нам в принципе тогда помогли. И сейчас я считаю, что они даже где-то и правильно действуют. Они всегда ходят, со всеми встречаются, как я понимаю, и информируются. Тем не менее, вот с вами можно соглашаться, можно не очень соглашаться, но я спрошу вас про, наверное, юридический статус того самого документа, который означал создание того самого парламентского большинства. А вот в соответствии с ним, говорят даже с пунктом первым, вот то, что сегодня пытаются сделать Майя Санду, это правильно? То есть оно соответствует тем договоренностям, когда создавали коалицию? Конечно, не соответствует. Цель этой коалиции была реформа, первая это реформа юстиции, это развитие страны. Потому что есть же два вот этих договоренностей, две договоренности. Это первая то, которое было в июне, и сейчас новая. И там есть очень хороший, очень хороший план по поводу каких проектов, законов. Но все, что делает сегодня Майя Санду, это никак не влезает в те ворота, которые указаны в этой договоренности. И опять же, ну как, если у тебя есть живые партнеры с которыми ты говоришь, что ты находишься в консенсу. И ты идешь и принимаешь на себя ответственность за какой-то проект закона, который в принципе ничего другого не представляет из себя, как захват или попытка захвата контроля над генпрокурором. Я поняла. Не могу не спросить, у вас еще интересная новость сегодня пришла. Демократы отказываются от вот ума недоверия к правительству на этом фоне. То есть люди, которые совсем недавно говорили, что это правительство недостойно, наверное, по земле ходить. Настолько они их критиковали. И тут вдруг сегодня такое. Что за этим стоит? Ведь не могли же они только сегодня прозреть, что у них не хватает голосов? Ну, политически они понимают, что назрел конфликт между партией социалистов и блоком АКОМ. И они посчитали, это не наша война, пускай они разбираются. Но сегодня, как я понял, господин Канду высказал публично, что он, если будет какая-то мутьюня, он, партия демократов проголосует за такую мутьюню, за падение этого правительства, потому что это правительство беспредельничает. Поэтому как еще трактовать вот эту... Еще вот с юридической точки зрения, вот сейчас просто рассматривал, мы это мутьюня две или три недели назад было подано, очень давно. Я читаю разные решения Конституционного суда, я не понимаю, если это мутьюня до сих пор еще действительно, если не истек срок ее рассмотрения. Срок, а там четко все, кстати, расписано. Потому что тут разные интерпретации есть, и тут еще непонятно вообще смысл этой мутьюни с юридической точки зрения. Тем не менее, это интересная такая вот их инициатива. Хорошо, мой долг спросить вас, вот в этой всей сложной ситуации, назовем ее сложной, да, как вы говорите, не критической, но сложной. Сложной. Да, всегда должны быть какие-то компромиссы. Да, вот в чем вы видите сегодня компромисс? Кто кому должен уступить и как? Я ей раньше говорил, что после того, что все произошло, министр юстиции должен был подать в отставку. Я ни вчера, ни позавчера от нее прошу ее отставки. Я давно ей говорю, ты должна уйти в отставку, потому что ты не справляешься с своей профессией. И это было бы правильно. Она бы взяла на себя ответственность, даже если бы аннулирован этот конкурс и пошла бы в отставку, сделался бы новый конкурс и ничего бы страшного не было. А вот благодаря тому, что сделала господина же премьер-министр, она подставила, в принципе, весь альянс и стабильность вот именно в Республике Молдова. Я надеюсь, что до премьер-министра, до завтра дойдет, что лучше, если она политически ангажировалась, чтобы она политически сейчас ангажировалась через отзыв вот этого решения, которое она предоставила парламент Республики Молдова. Села бы, поговорила бы со своими партнерами и нашла бы нормальное решение вот этого вопроса. И самое правильное решение, это я вам еще раз говорю, просто указать госпоже министру юстиции, что она должна уйти и найти другого качественного министра, который смог бы взять на себя реформы. И тогда я поверю, что они на самом деле хотят реформирования, а не просто какого-то контроля, политического контроля над субъемной системой. Оцените, пожалуйста, риски досрочных выборов парламентских. Ведь, если вы заметили, в последние два дня говорят о них очень часто. В Республике Молдова оценивает, я не могу проценты давать. Тут все непредсказуемо. Я не исключаю, что моя санна, может, придет еще и отзовет. Да, она категорически сказала пока. Да, она сказала, не отступлюсь. Любой ценой, что называется. Посмотрим до завтра, что произойдет, как оно разрулится, вся эта ситуация завтра. Дальше после того, если вдруг пойдет это правительство, будут ли досрочные выборы, будет какое-то переформатирование. Сегодня опять же читал, что вот есть какие-то дискуссии между блоком ОКОМ и представителями партийных демократов. Другой пресса читает, что партия социалистов разговаривает с партией демократов. Тут полный компот и очень сложно, в принципе, оценивать, что может произойти. Но я заметил, что господин Канду сказал очень ясно, что он готов дискутировать по поводу создавания большинства с любой стороной и с блоком ОКОМ и с партией социалистов. Что, по-моему, не секрет о том, что демократы хотят вернуться к власти. Они об этом говорят, по-моему, постоянно. В политике никогда не говори никогда. Это я уже убедился, всегда пытался быть категоричным, но в политике быть категоричным сложно. Хорошо, еще один последний маленький вопрос. Все-таки некоторые усмотрели во всех этих событиях желание того, чтобы наибольший удар, вот окончательный уже, сейчас испытала на себе партия как раз господина Анастаса. Вы как-то можете это прокомментировать? Или это политика, оставим ее политикой? Я слышал даже у представителей платформы, да, дискуссии о том, что вот это была договоренность какая-то скрытая для того, чтобы Андрей Анастаса не прошел в качестве, в примаря. Исходя из этого, она вышла с господином Дурином Киртуаком на этом видео в пятницу, где вызывали вместе с Киртуаком голосовать за Андрея Анастаса. И что это не помогло, только повредило, в принципе, Андрея Анастаса в этой электоральной кампании, привело к тому, что он проиграл эти выборы. Тут столько конспираций, тут столько вопросов, что я уже ничего не понимаю, что происходит в этой республике Молдова. Почему? Потому что каждый думает исключительно о своих интересах электоральных, политических, но меньше думает о стране. Я считаю, что если ты будешь эффективно работать над страной, то это как эффект подымит и твой электоральный пунктаж. А мы анализируем как-то наоборот. Как бы поднять свой политический уровень, но забывая о стране, об интересах граждан Республики Молдова, за которые мы голосовали. Я благодарю вас за это интересное интервью. Осталось ждать нам не так долго, чтобы была развязка. По крайней мере, мы увидим, что произойдет. Кто примет, кто не примет идею, госпожа премьер-министра. Спасибо вам большое. И вам спасибо. 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 Спасибо.